МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Елизавета Хмельева. Сегодня в программе. Овраги, леса, болото, свалки. Воду мы подвели своими силами. С газом хотим решить эту проблему в этом году. В Чебоксары приехала рабочая группа, чтобы проверить, как выделяются земли многодетным семьям. Ремонт которого не было. Прокуратура проверяет проделанную управляющей компанией работу. Стройка полным ходом. В Чебоксарах возводят еще один детсад. Сегодня глава Чувашия находится с рабочим визитом в Ижевске, где под председательством полномочного представителя президента России в привозном федеральном округе Михаила Бабича состоялось совещание с главами регионов. Тема совещания о ходе реализации демографической политики в ПФО. Главы республик и областей собрались в Доме дружбы народов в Ижевске. В 2012 году на 58 тысяч детей родилось больше, чем в предыдущем. Порадовало собравшихся и то, что на 60% снизилась младенческая и материнская смертность. В Чувашии, как сообщил Михаил Игнатьев, таких случаев вообще не зафиксировано. В 2012 году в Чувашии родилось на 1240 младенцев больше, чем в 2011 году. Впервые за 20 лет естественная убыль сменилась ростом. Более подробно о встрече в Ижевске смотрите на нашем канале в понедельник. Овраги, болота, лес и свалки. В таких райских для жизни условиях порой оказываются семьи, которые получили от государства участки по программе «Земля для многодетных семей». Чтобы исключить подобное в будущем и проанализировать ситуацию с выделением земель, в Приволжском федеральном округе созданы специальные рабочие группы. Члены такой группы посетили сегодня Чувашию. Маленькая Адель нарисовала будущий дом своей семьи. Однако в реальной жизни все не так красочно и хорошо, как на картинке. Семья Алексеевых получила сертификат на землю в коттедже на поселке Гремячево в 2011 году. Сейчас они уже начали возводить строение – фундамент, стены, кровлю. Но работы еще много и на много тысяч рублей. Мама троих детей говорит – участок нравится. Но подключаться к коммуникациям пришлось на собственные средства. И это сильно ударило по семейному бюджету. Воду мы подвели своими силами. С газом хотим решить эту проблему в этом году. Газопровод у нас там тоже проходит. Но вот вопрос встает, как врезаться и на какие средства это все сделать. Однако все по закону. Если на выделенных участках все необходимые коммуникации уже проложены, то подвести их к дому – задача будущих жильцов, а не государства. За врезку в любом случае будет платить сама многодетная семья. Есть точка врезки по электричеству, есть точка врезки по газу, по воде и так далее. За врезку платите вы и протягивайте сами вы от этой точки врезки. Главное, чтобы она была рядом, чтобы она была доступна. Чтобы обсудить эти и другие вопросы и оценить ситуацию с выделением земли, руководитель рабочей группы аппарата «Полпреда» в Приволжском федеральном округе Валентина Сахарнова встретилась не только с руководством республики, но и с семьями. Люди поделились. Выделенными участками в целом довольны. Земля ровная, район хороший. Но все семьи, кроме затратной коммуникации, объединяет еще одна общая проблема. Поблизости нет детских садов и школ. Эту проблему мы будем ездить в свой садик, в свою школу, куда мы привыкли ходить. Это у нас 10-я школа на Николаево и 122-й садик. Поэтому пока будем ездить туда. Жизнь в этом месте, она закипит. Понятно, что сейчас там большинство частных домов, коттеджи и так далее. Место, в принципе, неплохое и от Волги недалеко. С транспортом есть вопрос. Когда это место будет застраиваться многоквартирными домами, в любом случае это место будет представлять из себя совсем другое развитие, другую инфраструктуру, в том числе обеспечение социальной инфраструктурой. Решить предстоит и другой вопрос. Многие семьи еще только ждут своей земли. Так, в Чебоксарах процент обеспеченности многодетных семей участками составляет всего лишь 19%. В Шумерле – 17%, в Канаше – 25%, а в Новочебоксарске – только 9%. В пределах городских округов свободной земли, которая бы отвечала всем нормам и требованиям, мало. А нуждающихся – много. Как всего на сегодняшний день получили сертификаты 1137 семей. Так или иначе, работа в регионе ведется. В течение месяца рабочая группа проанализирует все земельные участки для многодетных семей при Волжье. Из 1800 семей, состоящих на учете, предоставлено всего лишь 200 участков. Земли, которые в черте городской, они более-менее имеют инфраструктуру, соответствующую для того, чтобы в последующем семьи имели возможность устраивать свою жизнь. Результаты анализа передадут Владимиру Путину. Затем, вероятно, будут приняты меры по устранению различных недостатков. Ольга Пырычкина, Евгений Анисимов, Республика. Программа перевозок в трех регионах Приволжского федерального округа стартует позже. Не с 1 апреля, как предполагалось, а с 1 октября. Такую информацию передает информагентство «Регнум» со ссылкой на руководителя пресс-службы, полномочного представителя президента России в ПФО Александра Дементьева. Анализ существующих и планируемых пассажиропотоков показал, что Чебоксары, Саранский, Шкар-Алу, а также Нижнекамск экономически целесообразнее подключать к программе с осени 2013 года, сказал Дементьев. Сегодня в СМИ и благосфере звучат мнения о том, что перенос сроков реализации программы в ряде Приволжских регионов связан с нехваткой самолетов и квалифицированных кадров, в результате чего программа начала давать сбой еще до начала ее реализации. Авиакомпания «Татарстан», выигравшая конкурс на осуществление перевозок, сообщила, что в марте-апреле этого года по договору лизинга прибудут только первые шесть самолетов-караван, остальные девять – до конца года. Но, по мнению экспертов, проблемы заключаются не столько в отсутствии достаточного количества самолетов, сколько в катастрофической нехватке пилотов. На совещании с участием полпредов ПФО Михаила Бабича и министра транспорта России Максима Соколова одним из главных стал вопрос кадрового обеспечения перевозок. Из доклада министра транспорта следовало, что в 2013-2014 годах будет увеличен набор на специальность пилот. Как считает министр, решить проблему кадрового дефицита поможет и допуск на российский рынок иностранных пилотов. По его словам, вопрос принципиально решен. Определена квота на ближайшие пять лет – до 200 авиагастарбайтеров в год. Но вызывает сомнения возможность переезда в Россию пилотов из Европы и США. Напомним, что с 1 апреля в Приволжском федеральном округе начинается реализация программы региональных перевозок между 11 городами. С осени к проекту должны присоединиться еще 4 города. Авиаперевозки должны связать 15 крупных городов, 37 прямыми и 20 трансферными маршрутами. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, в рамках этой программы пассажир оплачивает только 50% стоимости перелета. 25 компенсируется федеральным бюджетом, еще 25 – региональным. Татьяна Молокова, Республика. Региональный интернет-портал жилищно-коммунального хозяйства – инструмент народного контроля. Подобного проекта в других регионах нет. В нем максимально полно раскрывается информация. О повышении прозрачности сферы ЖКХ, методах контроля и перспективах развития сайта говорили за круглым столом депутат Госдумы Алена Аршинова, представители жилинспекции Чувашии, управляющих компаний. С помощью такого нововведения каждый житель Республики может увидеть в цифрах и фактах работу своей управляющей компании. Вся самая важная и нужная информация – контакты, реестр домов, сведения об использовании общего имущества, бухгалтерская отчетность, анализ деятельности организации – доступно жителям Республики через интернет. Для облегчения работы УК сделана интеграция с наиболее распространенными расчетными системами, которые эксплуатируются в управляющих компаниях, что позволяет им сократить время по наполняемости сайта. Уже 545 организаций размещают для интернет-пользователей на сайте сведения о своей работе. Сайт позволяет получить необходимую информацию как гражданам, так и различным органам власти, в свою очередь которые имеют рычаги влияния на работу управляющих компаний и организаций. Мы сегодня, имея вот этот механизм, можем оперативно отслеживать, то есть по истечении 10 дней любого месяца, после отчетного месяца, мы можем увидеть по каждому отдельному взятому дому суммы начислений ресурсно-набжающими организациями. Портал, как отмечает руководитель компании «Изерв» и основной разработчик Владимир Лидерман, появился после того, как был готов к АПРУ, где все органы власти на одном портале размещают свои страницы. На портале ЖКХ применена та же идея – конструктора порталов. В 89-м указе, который подписал глава Чуваши около полутора лет назад, прописаны меры по обеспечению интересов граждан в сфере ЖКХ. Там прописано два основных мероприятия – создание портала и муниципально-расчетного центра. То и другое выполнено. Впереди – совершенствование проекта. Дальнейшее развитие проекта является наполнением именно этой функциональностью портала. То есть создание личных кабинетов плательщиков, раскрытие информации уже в части взаиморасчетов по конкретному человеку и, как сказать, возможность оплаты за жилищно-коммунальные услуги через интернет. В этом направлении мы достаточно много уже сделали. То есть произведена интеграция с платежной системой Сбербанка и поддельным управляющим компаниям, которые сейчас обслуживаются в ОАО РКЦ, есть возможность оплатить счета за портлату через банкомат и получить актуальное сальдо, оплатить счета через Сбербанк онлайн. То есть это уже, опять же, как сказать, развитие проекта. Портал создан для того, чтобы население имело возможность оперативно получить необходимую информацию, связанную с управлением многоквартирными домами. Правда, есть управляющая компания, которая не полностью раскрывает информацию о своей деятельности. Алена Аршинова установилась на работе одной УК, на которую есть жалобы со стороны жильцов. Есть такая управляющая компания НИДИ. И я вот как раз пользуюсь случаем, ну, там далеко смотреть, я у себя посмотрела, зашла на портал ЖКХ Чувашской Республики, нашла эту управляющую компанию. На что жалуются? Жалуются на то, что общедомовые нужды появляются из ниоткуда. Как отмечают специалисты, вопрос возникает по той причине, что начисления исходят от количества квадратных метров, а не от количества проживающих в квартире. И сами жалобы стоит разделять на несколько категорий. Бывает, что коммунальная система ставит на себе инженерные коммуникации, взношенные, и есть утечка. Так и и тоже ситуация бывает. Это вторая причина, почему у нас выходят вообще домовые нужды. Следующая причина – это несанкционированное подключение, несанкционированное подключение к инженерным коммуникациям. Но это все-таки редко встречается, все-таки бывает. И, наконец, четвертая причина – это неправильное начисление управляющей организации. Организаторы сайта уверены, доступная и открытая информация о работе управляющих компаний поможет квартиросъемщикам быть осведомленными о деятельности коммунальщиков и разрешать спорные вопросы. Чуваша – один из первых регионов, который вышел на разработчиков общероссийской базы данных фонд ЖКХ.ру. Уже в конце этого месяца информация с портала ЖКХ будет выгружена для размещения на всероссийском портале, где будет публиковаться ежегодный отчет. Данифа Тагирова, Леонид Клейман, Республика. Проблем с ЖКХ сейчас много, как никогда. Жильцы дома по улице 50 лет Октября гадают, был в их доме капремонт или не был. По документам он закончился в декабре прошлого года. Но жильцы возмущены его результатами. Они пытались договориться сначала с управляющей компанией об устранении недостатков. Но сделать это самостоятельно им не удалось. Дело дошло до прокуратуры Республики. В подробностях разбиралась Татьяна Трофимова. По словам жителей дома, нарушения начались уже с проведения конкурса среди подрядных организаций. Никто из собственников не присутствовал на нем. Хотя по закону жильцы дома имеют право знать, какая компания выиграла тендер и на какую сумму. Теперь, когда капитальный ремонт официально закончен, жильцы не на шутку обеспокоены состоянием дома. Вот этот строительный мусор как был на чердаке, так и остался. То есть это идет обычное загромождение строительным мусором и отходом общего имущества собственников, то есть чердака. Здесь мы видим, что у розетки вообще отсутствуют какие-либо крышки. То есть все находится в общем-то просто. Любой человек пальцы сунул, дернул, подключил любое микроборозование там и так далее. У нас торчат провода из распределительных коробок. Когда у нас в некоторых квартирах вообще не установили никаких радиаторов. Когда у нас в подъездах вместо радиаторов отопления висят полотенца-сушители. Кровля поднималась вверх и вниз. То есть был сильный ветер, шторм. И кровля настолько была забита плохо и отремонтирована, что кровля просто болталась. Начали демонтировать батарею. Была новая батарея. И в конце концов эту батарею, значит, вот эти слезаря били-били и разбили. То есть на тот момент получился брак данной батареи. Вот три дня, четыре дня, как они установили батарею. Только после того, как мы написали жалобу. На чердак этого дома может зайти кто угодно. Замков на входе нет. А если кто-то решит там еще и закурить, недалеко и до пожара. Ведь среди складированного здесь мусора рулоны стекловаты. Впрочем, нарушения жильцы дома обнаружили не только в ремонтных работах, но и в документах. По их словам, подписи некоторых собственников дома были подделаны в актах выполненных работ. Это подтвердила и графологическая экспертиза. 28 января текущего года мною в ООО Катикстей, когда мы поехали с советом многоквартирного дома, с группой поддержки, можно так сказать. Мною был обнаружен протокол, где была моя подпись сертифицирована, то есть подделана. Отдел полиции Калининского района в возбуждении уголовного дела по данному факту отказал. Сейчас этим вопросом занимается прокуратура. В 2019 году проведен капитальный ремонт жилого дома. Он проведен, по мнению заявителей, ненадлежащим образом. Некоторые работы, которые отражены в актах выполненных работ, фактически не были проведены. Также отражены доводы о фальсификации подписей жильцов дома о приемке выполненных работ. Вот. Данное обращение находится в настоящее время на рассмотрении. Проверка не завершена. Был произведен выход на место. Были выслушены сами заявители. На момент проверки высказана позиция руководителя правительской компании, которая обслуживает данный дом, и подрядная организация, которая фактически выполняла работу по капитальной ремонту дома. До обращения в прокуратуру, по словам жильцов, они неоднократно пытались договориться с управляющей компанией. Просили устранить последствия капитального ремонта и решить все вопросы без вмешательства правоохранительных органов. Ведь для жильцов главное – благоприятные условия для проживания. В управляющей компании говорят, что готовы идти на контакт с жильцами. И более того, они попросили их письменно изложить свои претензии по поводу капитального ремонта. И постараются их устранить. Только непонятно, почему они не смогли сделать это раньше. По результатам сегодняшнего осмотра, те незначительные замечания, которые были, там где-то, может быть, не то что, а то и жильцами. Но на связи, значит, они будут устранены, и, в общем-то, все. Значит, у собственников есть еще какие-то вопросы, которые вы уже слушаете. Прокуратура республики сейчас проводит проверку проделанной управляющей компанией работы. А жильцам дома номер 26 остается только надеяться, что в ближайшее время их проблемы разрешатся. В 2013 году в Чебоксарах появится два детсада на улице Гладково и на бульваре Митова. Наша съемочная группа побывала сегодня на строительстве дошкольного образовательного учреждения в юго-западном районе Чебоксар. 104 миллиона рублей. Такая сумма будет направлена на строительство детского сада в юго-западном районе. Его возведение началось в декабре прошлого года. Работы велись перерывами, приходилось решать проблему коммуникаций. Но застройщик отмечает, строительство идет по графику. Зимний период проходим. Это самый тяжелый основной период. Все земляные работы завершены. Сами видим, что здание поднимается. По плану коробка зданий в мае будет стоять полностью. Основные внутренние работы начнутся с мая. Новый детский сад будет отвечать всем современным требованиям. Здесь будет большая столовая, музыкально-физкультурный залы, компьютерный класс, бассейн, функциональные кабинеты, а также специализированные группы для детей-инвалидов. Здание будет двухэтажное. Количество групп 13 единиц. Заказчик-застройщик является управление городского капитального строительства. Генеральным подрядчиком является стройсфера. Темпы, которые взяла стройсфера с начала строительства, это декабрь 2019 года, удовлетворяют всех. Пока работаем мы в графике. На данный момент освоено уже 20% выделенных средств. Новый детсад по бульвару Митова сможет принять 240 малышей. Строители обещают, что ко дню города здесь будет новоселье. Дни Фатагирова, Алексей Иванов, Николай Яковлев, Республика. Два раза в год руководители федеральных территориальных органов власти должны встречаться с населением. Вчера в приемной Владимира Путина по Чувашии личный прием граждан провела исполняющая обязанности руководителя управления Федеральной налоговой службы по нашей республике Ольга Никина. Больше всего волнуют граждан вопросы предоставления налоговых вычетов, возврата налогов, постановки и снятия с учета предоставления налоговых льгот. Налоговики отмечают, что активность в деле защиты своих законных прав и интересов растет. Чтобы облегчить процедуру обращения в управление, жители Чувашии могут использовать самые различные формы. Одна из них – личный прием граждан должностными лицами управления. По 30 апреля каждого года это пора декларирования гражданами своих доходов и получения вычетов самых различных. В связи с этим налоговыми органами, во-первых, продлеваются сроки работы налоговых инспекций. Во-вторых, мы организовываем прием граждан в обязательном порядке в субботу. Налоговики стараются быть ближе к работающему населению. На крупных предприятиях развернуты консультационные пункты. Где наши сотрудники осуществляют прием, декларации от налогоплательщиков, консультируют их с тем, чтобы налогоплательщик не тратил время на поход в инспекцию. У нас в этом году мы идем по количеству представленных деклараций с опережением. У нас уже по состоянию на 20 марта представлено 36 тысяч деклараций. В прошлом году это было около 32 тысяч. Также здесь состоялась прямая линия по вопросам декларационной кампании 2013 года. Кроме того, все желающие смогли сдать налоговые декларации по форме 3 НДФЛ. Дмитрий Тащилов, Игорь Поручиков, Александр Петров, Республика. Группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» вынесла на рассмотрение палаты законопроект, который ограничивает торговые наценки на социально значимые продукты питания. Согласно документу, наценка не может превышать 15%. Несправедливо, когда в структуре ценообразования львиная доля принадлежит не сельхозпроизводителю, а перекупщику и продавцу. У сельхозпроизводителя молоко может закупаться в среднем по цене 12-15 рублей за литр, а цена упаковки на прилавке доходит до 75 рублей. То есть торговая наценка в таком случае составляет 400%, поясняют депутаты. В странах Евросоюза и США, по данным «Справедливая Россия», цены на этот сегмент товаров находятся под жестким контролем государства на протяжении всей цепочки реализации товара. В советские годы максимальная торговая наценка заставляла 12%, а на социально значимые продукты – 8%. Кроме того, члены фракции «Справедливая Россия» предлагают вернуть в уголовное законодательство конфискацию имущества у лиц, признанных виновными в получении взятки. Восстановление данного вида наказания полностью соответствует принципам международного права, считают депутаты. Для более эффективной борьбы с коррупцией «Справедливая Россия» предлагают вернуть конфискацию в качестве санкции. Они считают, что восстановление конфискации имущества в системе мер уголовного наказания позволит более эффективно бороться с преступлениями коррупционного характера. Да зачем нужна эта математика? Таким вопросом задаются не только дети, которым лень делать уроки. Как наладить учебный процесс, чтобы знания того или иного школьного предмета пригождались не только на экзаменах, но и в реальной жизни. Об этом говорили педагоги, которые собрались в Чебоксарах на Всероссийскую научно-практическую конференцию. Если личность гармонично развита, то она вовсе не личность. Если ученик получает одни пятерки, то, вероятнее всего, ему трудно будет определиться со специальностью и выбрать жизненный путь. Вот такие неожиданные высказывания звучали со сцены Дворца детского и юношеского творчества в Чебоксарах. Там в эти дни проходит Всероссийская конференция под сложным названием «Компетентностные практики образования и учет индивидуальных достижений». У нас принят федеральный государственный образовательный стандарт в школах. И впервые, кроме предметных результатов, ну вот как обычно мы понимаем по математике, по физике, то, что ребята пишут ЕГЭ, да, по химии, введены такие компетентностные личностные результаты. То есть каждый человек, который кончает школу, он должен еще обладать какими-то определенными компетентностями важными. И вот личностные результаты, то есть в чем-то должна быть именно прибавка к его личности, да, вот что-то он должен уметь. И вот вся конференция как раз посвящена этому. Название конференции сложное, а вот цель очень простая и понятная. Как сделать так, чтобы выпускники российских учебных заведений могли применять знания в жизни? Очень часто люди говорят о том, что и так было замечательное образование, зачем что-то менять. Да, действительно, в российском образовании было очень много сильных сторон, но какие-то стороны точно не соответствуют, вот понимаете, такому времени сегодняшнего дня. В частности, вот что человек должен уметь, вот что он должен уметь в любой новой ситуации, в любой сложной ситуации, да, какой-то нетипичной. Конференция, посвященная компетентностным практикам, событие уникальное. Поговорить на эту тему эксперты и педагоги из различных регионов собрались впервые. И Чебоксары выбраны местом проведения мероприятия не случайно. Тематика конференции достаточно злободневна сегодня. И то, что в городе Чебоксары, как, в общем-то, столица Чувашской республики, проводится конференция, где обсуждается компетентностный подход в обучении, в общем-то, считается заявкой на то, что город Чебоксары в ближайшее время будет флагманом развития вот этой вот тематики вообще в российской системе образования в целом. Специалисты отмечают, возможно, уже нынешнее мероприятие приблизит российскую школу к тому, что из ее стен будут выходить подготовленные к жизни ученики. А итогом работы конференции станут реальные разработки, идеи и методические пособия. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. На этом у меня все. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин